Администрация Ненецкого округа и окружной парламент сели за стол переговоров. Предметом обсуждения органов исполнительной и законодательной власти стал 95-й окружной закон. В ходе еженедельной планерки с вице-губернаторами и главами крупнейших в регионе муниципалитетов города Наринмара и Заполярного района, глава Ненецкого округа Александр Цибульский в очередной раз подчеркнул важность данного вопроса. 95-й окружной закон в 2014 году перераспределил полномочия между региональной и муниципальной властью округа в сфере строительства, дорог, землеустройства, ЖКХ и культуры. Спустя несколько лет органы государственной власти Ненецкого округа приступили к анализу эффективности его реализации. В декабре прошлого года на заседании высшего совета при губернаторе Ненецкого округа прозвучала рекомендация на площадке собрания депутатов провести такой анализ и рассмотреть предложение муниципалитетов о внесении изменений в 95-й окружной закон. Первым на обсуждение вынесли вопрос полномочий в сфере культуры. Он же обсуждался и в ходе встречи главы региона с активистами окружного совета ветеранов войны и труда. В частности, представители общественной организации в Искательском муниципалитете заявили, что связь между ветеранской организацией и поселком ОМДК в последние годы утрачена. Одной из причин этого ветераны считают перераспределение полномочий в сфере культуры. Польшевые граждане поселка лишились возможности проведения культурно-массовых мероприятий, так как дом культуры поселка Искательский закрыт с 2015 года. Отменены все меры социальной поддержки граждан со стороны муниципальной власти. По словам Александра Цибульского, который в минувшие выходные посетил практически все западные поселения округа, подобную позицию озвучивают и в отдаленных от Наринмара населенных пунктах. Вопросы возникают не в том, на чем уровне находятся те или иные полномочия, а именно в устраивании эффективного взаимодействия между органами государственной власти и местным самоуправлением. Так наглядно мы увидели это при анализе полномочий в сфере культуры. Несмотря на то, что профильным департаментом с главами муниципальных образований заключено соответствующее соглашение о взаимодействии, но на практике они не решают все те возникающие вопросы в процессе реализации полномочия. Проблема заключается в отсутствии нормальной коммуникации между профильным окружным департаментом и главами сельских поселений. По итогам заседания рабочей группы профильному департаменту поручено вернуться к работе над данным соглашением и отработать его с учетом сложившейся практики, с учетом предложений, высказанных на заседании и глав муниципальных образований. В частности, глава сельского совета должен иметь возможность принимать самое активное участие в формировании культурных программ, а также согласовывать кандидатов на должность директора Дома культуры. При этом в органах государственной власти региона отметили, что каких-либо конкретных предложений со стороны сельских муниципалитетов по пересмотру отдельных положений закона так и не поступило.